Желание собрать как можно больше лайков в соцсетях порой доходит до полного абсурда. Люди всё чаще стали делать экстремальные селфи, забывая о простых правилах безопасности. Интернет пестрит подобными примерами. Ради удачного кадра некоторые преодолевают страх высоты, как этот парень, сфотографировавший себя на статую Иисуса Искупителя в Рио-де-Жанейро. Не останавливает любителей селфи даже страх перед дикими животными. Медведь явно обратил внимание на этого парня, как и стадо быков, на мужчину, делающего с ними селфи, да ещё и в красной футболке. Впрочем, опасными могут оказаться и менее экстремальные ситуации. Сейчас у нас очень сильно распространено селфи, да, все мы знаем, все мы любим, все мы умеем. Но железная дорога – это очень опасное место, потому что можно упасть с платформы. Сами видите, платформа высокая, для этого у нас есть жёлтая полоска. И может ударить током, потому что ток у нас идёт в 3000 вольт. Как правильно вести себя возле железной дороги, в частности, где можно и нельзя фотографироваться, юным жителям и гостям Сочи рассказывают полицейские. На курорте проходит акция «Дети и транспорт». Впрочем, большинство подростков экстремальные селфи видели только в интернете. На детской площадке с друзьями там, ну на железной дороге и других опасных вещах не делал. Скорее всего, я таких не делала, но по примерам в интернете я смотрела очень много. Рассказывали, что там 10 самых интересных селфи, как залазили на высокий мост. Я видела. Ну и как тебе, повторила бы такое? Нет, не рискнула бы. Я один раз так дома сделала вот так вот. С тарелкой, с борщом же вот так вот. И с телефоном. У меня что-то нету, задней-то камеры. Ну, передней. Поэтому и пришлось вот так вот разворачивать. Еле-еле. Правда, не все селфи такие же безобидные. Недавно по России прокатилась волна смертей при попытке сфотографироваться. И не только на железной дороге, но и на мостах и на крышах высотных зданий. Был прецедент того, что ребенок попытался залезть на грузовой вагон. И когда он поднялся на последнюю ступеньку, его ударило током. Причем он не держался за провод. Он просто попал в волну, где проходило 3000 вольт. Ребенок получил 80% ожога. К счастью, этот мальчик остался в живых. В Сочи в разгар курортного сезона возле каждой достопримечательности можно увидеть отдыхающих, направивших на себя камеру телефона или планшета. Но не стоит делать этого на большой высоте, высунувшихся из окна транспорта, вблизи дорог или диких животных. Ведь даже самые крутые селфи не стоят испорченного отдыха, а уж тем более жизни. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.